Для меня это самое лучшее время, потому что в самом лучшем возрасте, когда тебе 16, 17, 18, 19, 20 лет, ты переживаешь вместе со своей страной невероятные перемены, дышишь, начинаешь дышать этим воздухом свободы. Мы ходили на смотры песни и строим, на смотры речевки, там песни, как они там назывались, маршировали. Потом мы ходили на комсомольские собрания, мы ездили в пионерские лагеря. В этом была своя романтика, но в этом довольно было много лицемерия, в котором мы росли. Мы этого не понимали, это стало понятно потом. И вдруг все стало меняться. В 1985 году появилась гласность, люди поняли вдруг, что говорить и жить честно, по совести, гораздо лучше и приятнее, чем лицемерить, брать. И все это нашло отражение в нашем спектакле. Не навязчиво, деликатно, но каждый читает в нем, считывает свои контексты. Мы уже видим это по зрителям. И в особенности для меня было важно, чтобы месседж, который был заложен в этом спектакле, дошел до молодого поколения, для следующего поколения, того самого поколения центенниелов, которые делились в нулевые, которым предстоит строить нашу, выстраивать нашу страну, менять нашу страну. Ничего не бойся, я с тобой. Это вот такое своего рода послание им, что ли, на пусстве. Не надо ничего не бояться, нужно сучить рукава и делать. Нужно делать свою страну лучше. Нужно надеяться на то, что все поменяется, и наступит тот мир, которого мы все ждем, и большие перемены, и все будет хорошо. Насколько нам удалось повторить это, судить зрителям? Я всегда на свои спектакли хожу как зритель и оцениваю как зритель. На мой взгляд, у нас все получилось. Я общался с первыми зрителями предпримерных показов. Они благодарили за то, что мы вернули им вот это ощущение вот этого свободы, вот этого воздуха, которым были пропитаны середина 80-х, конец 80-х. И отношения героев, и какие-то их рефлексии без загруза, что называется. Мы не читаем морали со сцены. Мы это делаем в такой легкой манере, и в этом талант режиссера и творческой команды, чтобы донести наши идеи, то, что мы хотели сказать, в таком увлекательном, развлекательном формате. Мне кажется, все у нас удалось. А то, что Николай рассказывает про 80-е, как там, может быть, самое лучшее время, я тоже так считаю, потому что это была моя молодость. Но мне почему-то кажется, что каждое поколение считает свое время все равно лучшим, потому что оно совпадает с их молодостью, с их биологическими циклами. Это же всегда здорово, когда тебе там 18, 20, 25, когда уже там за 50 все становится немножечко так грустнее, не так интересно, ты начинаешь сомневаться в себе. Это нормально. Для меня это самое лучшее время, потому что в самом лучшем возрасте, когда тебе 16, 17, 18, 19, 20 лет, ты переживаешь вместе со своей страной невероятные перемены, дышишь, начинаешь дышать этим воздухом свободы. Потому что мы ходили на смотры песни и строим, на смотры речевки, там, песни, как они там назывались, маршировали. Потом мы ходили на комсомольские собрания, мы ездили в пионерские лагеря. В этом была своя романтика, но в этом довольно было много лицемерия, в котором мы росли. Мы этого не понимали, это стало понятно потом. И вдруг все стало меняться. В 85-м году появилась гласность, люди поняли вдруг, что говорить и жить честно, по совести, гораздо лучше и приятнее, чем лицемерить, брать. И все это нашло отражение в нашем спектакле. Не навязчиво, деликатно, но каждый читает в нем, считывает свои контексты. Мы уже видим это по зрителям. И в особенности для меня было важно, чтобы месседж, который был заложен в этом спектакле, дошел до молодого поколения, для следующего поколения, того самого поколения центенниелов, которые делились в нулевые, которым предстоит строить, выстраивать нашу страну, менять нашу страну. «Ничего не бойся, я с тобой» — это вот такое своего рода послание им, что ли, на путьстве. Не надо ничего не бояться, нужно чуть-чуть рукава и делать. Нужно делать свою страну лучше, нужно надеяться на то, что все поменяется, и наступит тот мир, которого мы все ждем, и большие перемены, и все это хорошо. Николай Каменка говорил о том, что он жил совершенно в любом времени, то есть это была вообще даже другая парадигма, люди по-другому общались. У них были не то, что другие ценности, а вообще другое общение, по большому счету. Насколько вам удалось в ремейке, ну скажем так, повторить эту атмосферу? Насколько нам удалось повторить это, судить зрителям, я всегда на свои спектакли хожу как зритель и оцениваю как зритель. На мой взгляд, у нас все получилось. Я общался с первыми зрителями предпримерных показов, они благодарили за то, что мы вернули им вот это ощущение, ощущение вот этого свободы, вот этого воздуха, которым были пропитаны середина 80-х, конец 80-х. И отношения героев, и какие-то их рефлексии без загруза, что называется. Мы не читаем морали со сцены. Мы это делаем в такой легкой манере, и в этом талант режиссера и творческой команды, чтобы донести наши идеи, то, что мы хотели сказать, в таком увлекательном, развлекательном формате. Мне кажется, все у нас удалось. А то, что Николай рассказывает про 80-е, как там, может быть, самое лучшее время, я тоже так считаю, потому что это была моя молодость. Но мне почему-то кажется, что каждое поколение считает свое время все равно лучшим, потому что оно совпадает с их молодостью, с их биологическими циклами. Это же всегда здорово, когда тебе там 18, 20, 25, когда уже там за 50, все становится немножечко так грустнее, не так интересно, ты начинаешь сомневаться в себе. Это нормально. Это и была цель создать что-то для себя. То есть я этот мюзикл хотел поставить для себя и для моего поколения. Но понимая, что мюзикл – это все-таки жанр коммерческий, мне было очень важно, чтобы аудитория была как можно более широкой. И адресность в сторону молодежи для меня тоже была важна. И на мой взгляд мы это… А вы сказали, что ваши дети оценили. Вот. А поэтому мы сделали очень современные аранжировки, песен, которые были написаны несколько десятилетий тому назад. Наши герои говорят достаточно современным языком. Мы стараемся использовать примерно лексику того времени, но без ухода в какие-то анахронизмы, совсем непонятные нашим современным молодежной аудитории. То есть мы прошли по тонкой грани, как и сделали этот мюзикл одинаково интересным и поколению, которое прожило эти годы в сознательном таком возрасте, и для молодежи, которые родились значительно позже. Шило в одном месте, огромные скорости, куча юмора. Это было приятно. Ну и плюс, я хочу сказать, что звучит это очень неожиданно. С оркестром и совершенно другой жанр. И мне нравится. Дорогие друзья, я хочу, знаете, что сказать? Я потрясен, ребята, вашей работой, правда. Правда. Господин Загод, вы убили меня произведением «Сидит на крыше». Это просто бомба. Отдельное спасибо вам, потому что вы просто разорвали все, что в моей голове было. Ребята, вы потрясающие артисты, у вас огромное будущее. Поверьте мне, Филипук все это видела. От нее все это зависит. Я хочу, дорогие друзья, чтобы вы еще раз похлопали. Смотрите. Это Ольга. Это она сказала, мы будем делать мюзикл. Она сказала. И с нее все началось. Это Дима. Дима. Который, профессиональный которого нет ни по эту сторону океана, ни по ту, поверьте мне. Подобрать таких удивительных молодых артистов, это я не знаю, надо постараться. И петь, и танцевать, ох, я не представляю себе. Ну и отдельно могу сказать, они похожи на нас в молодости. Спасибо.